Добрый день. Сегодня будем пересаживать молодые фиалочки в постоянный горшочек. Молодые уже подвошли фиалочки. Покажу, как отсадить детку. Детку отсаживать будет в маленький стаканчик. Приступим непосредственно к работе. Для этого скажу, что вот фиалки стоят, это фиалки, посаженные, уже пересаженные, с тех же листиков. Это были более мелкие, деткие, вот они и подрастают позже. Пересаживаю я в постоянный горшочек, когда розеточка уже наберет силу. Она или уже такого большого размера, или видно, что она сильная. До этого они находятся в маленьком стаканчике. В этом стаканчике земля питательная, с удобрением. В этом стаканчике можно проводить подкормку подросшей фиалочки. Поэтому не нужно спешить пересаживать больше. Использую я землю только живую, не покупку. Землю из лиственной посадки и с перебноем, песком в предыдущих роликах рассказывала. И с добавлением минеральных комплексных удобрений, кроме азота. Все, что связано с азотом, только после того, как растение примется. Для дренажа положили камушки, керамзин, можно камушки на донышко. Обязательно фиалочка не любит застоя воды. Песочек, где-то весь слой дренажа нижнего достаточно одного сантиметра. Дальше идет земля. Земля легкая, она тоже с песком, с перебноем, как я сказала. Насыпаем землю небольшую соль. Наша фиалочка не оказалась очень поверхной. Сажу перевалкой, не обтрушиваю. Чем лучше сохраняется поле, тем быстрее она примется, ты клеешь. Через месяц уже надо давать букетик. Раз в менюшках лучше было. Обязательно, хоть я листики вчера обрывала, обязательно при пересадке надо оборвать несколько листиков. Самых первых маленьких. Не надо жалеть. Те, которые остаются, они быстрее наберут силы. Быстрее фиалочка и зацветет, и станет. И все аккуратненько подсыпает. В принципе, этот процесс очень простой. Главное, чтобы фиалочка сформировала корневую систему. Чтобы можно было перевалкой с ней. Потому что, если корни опросить, она будет второй раз. В принципе, показать до конца не буду. Аккуратненько подсыплю. Полью и будет она стоять до просыхания верхнего слоя. И только в следующий раз. Все фиалки после этого поливаю только в поддончики. В блюдечки. И подкармливаю тоже. Точно так же. Не сверху. Подкармливаю мы с ожирительными удобрениями. Для фиалок. Пеплом, не травмофоской. Чередую. Но не часто. Смотрите в предыдущем. Точно так же пересажу и эту. И эту сегодня. Они уже достаточно большие. Чтобы их можно было пересадить в маршоте. Весна. Сейчас самое их время роста. Они полны сил. Ну, теперь вернемся малышами. Этот листик был посажен осенью. Поэтому в такое время весной ему приходится делать пересадку. Обычно весной уже розеточки. Или почти цветущие. Вот. Цветущие такой. Новопрель. Или вот те, которые зацветут через месяц. А это деточка. Потому что. Ну, как вышло. Хороший фиалки попался в осень. Тоже ложу немножко дренажа. И ветку пересаживаю. Здесь у меня земля. Смотрите. Как в предыдущем. Как садила. Очень бедную землю. Здесь земля бедная. Песок и земля один к этому. Без удобрений. Ни разу не удобряла. Сюда уже. В стаканчик. Ложу питательную землю. Детка окрепла. Маленькую совсем детку. Пересаживаю яйцо. Какие здесь корни. Как она выжила. Корневая мощная. Но это корневая листика. Аккуратненько, аккуратненько. Надо попробовать отделить ветку и отделила, а смотри, тут еще одна растет. Листик очень мощный, листик подрос, я его опять посажу, и он будет расти дальше. А вот ветку не отряхиваю кожным. Чтобы немножечко укорочу, чтобы легче было применяться. И погружаю в ямочку, как корней, даже больше, чем я ожидала. Такую мощную корневую дают листики именно укорененные земли с песком один к одному, без добавок всяких удобрений, любые, даже органические. Они не дают возможности применяться. Мешают на первых порахах. Все удобрения нужны, когда растение уже сильное. Они тоже немножко голубые, но и едко будут расти, пока вырастет. Хорошая растет. Поначалу она будет болеть. Поливать ее очень редко. Вернее, не редко, а тогда, когда просыхает. То есть не надо стараться держать ее постоянно мокрой. Верхний слой должен просыхать. Лист, если хотим продолжить получение едок, если он сохранился мощный, здоровый, можно, не нужно даже не выбрасывать. Здесь, если присмотреться, видно, растет еще одна маленькая и еще одна почечка. И я его опять посажу. Я эту же землю, которую я взяла, добавила большое количество песка. Тоже питательное. И посажу его. Он будет растения дальше. И мы рассчитаем. Вот. А глубина должна быть почти такая же, как и в другом. Обязательно почва для маленьких, для маленьких розеточек, и в другом. Должна быть бредная. Тогда будет растение и здоровее, и быстрее вырастить. Вот. Все поливаем. И опять под кулечек. Вот. Пока они вырастут, ветки до почти вот такого размера. Вот этот я еще не буду пересаживать. Здесь две ветки, которые должны подрасти, чтобы потом меньше болить при пересадке. Трофиалки. На этом все. А сейчас посажу герань калагонию, которая прекрасно растет в открытом грунте, с огромными красными цветами, высокие кусты, в стаканчики. В землю. Она у меня начинала укореняться в воде. Воды, чтобы калагония отпустила корешки, надо немного, потому что она очень склонна к такой болезни неприятной, как черная мушка. Еще я обязательно вложу воду, стараюсь брать родниковую воду, и вложу две токлетки активированного угля, и для микроэлементов чуть-чуть добавляю золы древесные, и тогда она не болеет. Ну корешочки за две недели выросли небольшие, но учитывая то, что в грунт садить пеларгонию можно только с хорошей развитой мочалкой, то посажу уже в стаканчики. На дно она не любит переуглажнение, насыпала песочка для маленького дренажа, небольшое количество земли, чуть-чуть земли, и главное, чтобы появилась мочалочка. и когда корешочки маленькие, садить вообще очень просто. и присыпаем. Присыпаем почему поглубже? Потому что со второго узелка тоже пойдут корешки, и весь стакан наполнится. земля у меня рассадная, можно посмотреть в роликах про помидоры, про питунь, именно это питательный дом, но для укоренения и ранее я эту же рассадную землю, удобренную, все-таки разбавила песком. на внутри, потому что это потом она неприхотливая, а вот на начале оставим. Вот так вот каждый горшочек польем, и при просыхании верхнего слоя главное посадить глубоко, чтобы появились дополнительные корни. листики, которые желтеют, можно оборвать, тогда еще быстрее появятся корни, и вот именно в стаканчик глубоко садим глубоко. Весной растения имеют большую энергию, тоненькие они такие, потому что за зиму на окне кусты вытянулись. Это не страшно, не было света, потому что мы для открытого грунта это будут мощные коренастые растения в открытом грунте, и будут радовать нас до самых морозных. Ну вот такой простой метод посадки герами. На этом с вами буду сегодня прощаться. Задавайте вопросы, если у кого есть. До новых встреч!